Молодому человеку еще нет 18, а он уже отвечает за безопасность отдыхающих. Пока юному спасателю никого вытаскивать из воды не приходилось. Плавать умеете? Это радует. Для неопытного отдыхающего прибрежная полоса – зона риска. В 30-градусной жару можно получить тепловой или солнечный удар. Однако на территории одного из пляжей Микрорайонного Майка нет даже аспирина, как и врачей в медпункте. При таких недостатках, скажем, пляж к эксплуатации запрещается. Мы на данный момент будем сейчас составлять административный материал, сообщать главному государственному инспектору по Краснодарскому краю ГИМСа, который будет, наверное, принимать решение о запрете эксплуатации этого пляжа. Правила организации пляжного отдыха в Краснодарском крае утвердили 11 лет назад. При этом каждый арендатор обязан выполнить все условия договора с местной администрацией. Так что пенять на незнание закона арендаторы не могут. Впрочем, судя по словам предпринимателей Сергея Аверина, главная проблема на пляжах – недостаток квалифицированных кадров. Местные, так скажу, на эту работу не идут. Соответственно, с приезжими очень много проблем. Сейчас в сочинских гостиницах, на набережных и, конечно, пляжах людей много. Насыпил пик туристического сезона. А потому контролю за организацией отдыха в мэрии уделяют повышенное внимание. Каждый день в рейды выходят сотрудники администрации курорта, полиции и государственной инспекции по маломерным судам. Рейды в мероприятии сейчас будут проводиться по центральному району и основному в Лазаревском районе. Также мы после этого будем и Альдерский район проверять, и Хостинский район. Огрехи по благоустройству обязывают переделать. Аттракционы, которые небезопасны для жизни, запрещают использовать. Нелегальные катамараны отправят на штабстоянку. Впрочем, даже для кандидатов на черный список пока не все потеряно.